Экономические эксперты называют этот год никак иначе, как вызовом и проверкой на прочность республиканской казны. И неспроста, ведь мировой кризис и постпандемическая ситуация пошатнули самые устойчивые экономики мировых стран. Кыргызстан не исключение. Многие сферы, до этого считающиеся локомотивом экономики, принесли значительно меньше дохода, чем ожидалось. Но несмотря на это, страна впервые за несколько лет выходит с профицитом годового бюджета. Без внешних заимствований на поддержку республиканского бюджета мы исполнили бюджет полностью внутренними ресурсами за счет нашей фискально-налоговой базы. Сейчас с перевыполнением идет у нас налоговая служба за счет фискализации и за счет ликвидации серых схем в таможенной службе и в налоговой службе. Мы видим положительные тенденции роста именно по доходам. Просто для сравнения, если в 2020 году мы заимствовали и привлекали средства на поддержку бюджета порядка 400 миллиардов сумм, то в этом году без единой поддержки, извиняю, наш бюджет исполняется внутренними ресурсами. То есть налоговая сегодня перевыполняет план порядка 23,7 миллиардов сумм, а таможня дает нам рост где-то порядка 10 миллиардов сумм, исполняет свой план. Как отметил министр, в текущем году в результате принятых оперативных мер и реализации среднесрочных программ развития происходит процесс восстановления экономической активности. И за 10 месяцев этого года наблюдается положительный тренд экономического роста. Доходы государственного бюджета за 10 месяцев 2021 года составили более 164 миллиардов сумм, что позволило выйти на профицит в сумме около 4 миллиардов сумм. За соответствующий период прошлого года размер дефицита бюджета составил 16 миллиардов сумм. В целом в этом году собрано более 95,5 миллиардов сумм, что почти на 4 миллиарда сумм больше запланированного. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он увеличился на более чем 25 миллиардов сумм. Наблюдаются увеличения восстановления отдельных сфер услуг, торговли, транспортных услуг, деятельности, гостиниц и ресторанов, исходя из восстановления объемов внешнеторгового оборота, где рост за 9 месяцев составил почти 20% и положительными темпами прироста денежных переводов в страну, что отражается в повышении активности и оптово-розничной торговли и транспортной деятельности. Кроме того, развитие социально-экономической деятельности наблюдается на международных торговых площадках. Прежде всего это ЕАЭС и ВСП+, отмечают эксперты. Последний вот этот год очень активно, ну три года где-то процесс этот шел, но вот этот последний год мы видим, идет процесс цифровизации. И если увидеть, то вот итоги этой цифровизации, они начинают давать свои плоды. Почему? Потому что много то, что было в тени, оно сейчас за счет цифровизации начинает выходить наружу. Это в свою очередь, скажем так, подача отчетов в электронном виде, это введение контрольно-кассовых машин, которые уже сразу идет учет в налоговую инспекцию, это маркировка товаров. Это все как раз дает свои плоды. В целях поддержки наиболее пострадавших секторов экономики, объектов малого и среднего бизнеса, населения принят необходимый комплекс фискальных финансовых мер, которые приведут к восстановлению утраченных в период пандемии объемов доходной части бюджета. Проводится активная работа по улучшению налогового администрирования и внедрения цифровых технологий в налоговые и таможенные процедуры, отметил министр Аман Гильдиев. Принят антикризисный план Кабинета министров, который продолжает реализовываться, что позволило достигнуть значительного прироста ВВП. Надежда Усова, Тимур Садагалиев, Аллато 24.